Руководство районного суда Уфы обещает разобраться в истории с дорожками соли, которыми судья вроде как оградила себя в зале заседаний. Сфотографировать белые линии на полу очевидцам не позволили судебные приставы. Но а что это за оккультный ритуал? От кого она таким образом пыталась отгородиться? Или может это ее недоброжелатели подстроили? Много мыслей по этому поводу возникает. Во всем разобраться взялся Евгений Нипот. Ленинский районный суд Уфа. По словам местных активистов, в одном из залов на полу между столами истцов и судьи появилась белая дорожка из соли. Слова свои подтверждают этими размытыми снимками. Заходя в зал судебного свидания, я не знаю как другие, я увидела сразу эти сильные дорожки. Первая была поперек порога, такая густая, с горочкой. Я ее переступила, чтобы на нее не наступить. И сразу же увидела, что вокруг стола, зал небольшой, вокруг стола суди Г-образного тоже. Стол очерчен по периметру соляной такой же густой дорожкой. Ни средства от тараканов, ни мука и ни побелка, а именно соль. Очевидцы говорят, что пытались выяснить у судей, почему зал расчерчен белыми полосами. Я утверждаю, что это была соль. Почему? Потому что я обратилась к судье, когда я увидела вот это все на полу, я когда обратилась к судье с вопросом, зачем вы рассыпали соль, она мне не отвечает. Если бы это было не так, естественно, она бы сказала, что это не соль, там нет что-то другое. Я неоднократно задала ей вопрос, потом я говорю, почему вы это сделали? Я говорю, вы что, шаман? Свидетели утверждают, что дорожки – часть какого-то ритуала. Плаги-то магических учений им вторят, заявляя, что соль издревле используется в разных обрядах. Защита – это, как правило, от порч, от чара, от сглаза, от неудач. Вообще, очень сильный энергет – это соль и вода. Между тем, по факту публикации этих фотографий в ряде местных и федеральных изданий инициирована служебная проверка. В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями в настоящее время в Ленинском районном суде города Уфы Республики Башкортостан проводится служебная проверка. По ее результатам будет установлена, соответствует ли действительности обстоятельства, изложенные в опубликованных материалах. А пока идет проверка, в социальных сетях продолжают гадать, защищалась ли судья таким образом от злых духов, или все же это провокация, направленная против служителей Фемиды. Евгения Потольга-Львухина, Алина Хусаинова, Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вести. Субтитры предложил DimaTorzok Продолжение следует...